В этом году исполняется 145 лет первому балету Петра Ильича Чайковского и фактически символу всего этого искусства – Лебединому озеру. Зрители увидели одетту Адилию и принца Зикрыда на сцене впервые в марте 1877 года. Триумфа тогда не случилось. Отзывы о спектакле разнились от сдержанных до резко негативных. Новаторство Чайковского также оценили скорее избранные гурманы. Только представьте, балетные артисты и критики утверждали тогда – под Чайковского танцевать невозможно. Вот так непредсказуемые исторические траектории. Ну а по случаю этой даты предлагаю заглянуть в современное балетное закулисье. О чем говорят артисты, точнее, как говорят. Шедевр Петра Ильича Чайковского – почти полтора века, волнующий сердца балетоманов, в закулисье называют по-простому – Лебедос. Сокращение названий – частая практика в балетном мире. Смотри, щелкан – щелкунчик, спячка, спящая красавица, четка, четная предосторожность. Редкий классический балет обходится без гробика. Мрачные драматические сюжеты здесь ни при чем. Гробиком или покойничком называют поддержку в дуэте, когда партнер поднимает балерину над головой в лежачем положении. По-французски и официально там – глиссе, по-русски и неформально – селедки. Так обозначают небольшие прыжки вперед на опорной ноге, когда корпус тела находится в арабеске. Самые знаменитые селедки обитают во втором акте балета «Жизель». Субтитры создавал DimaTorzok